Существует сборник ДАО «Труды даотских философов». Вот эти вот даотские философы, они тоже не одинаковые. Поэтому, я бы не желал, что эти философы, может быть разный ход, ну, как говорится, напокаживаются мимо чего-то. Потому что взаимный процесс принадлежения, он всё время существует. Поэтому, собственно, философия жизни, которая присутствует именно на Шолдау, она отвечает на все основные вопросы и паральные вопросы, когда бы немножко подумать на это определение. Спасибо. Потому что человек, который ищет жизненность, он не умеет решать жизнь, он не умеет стать своей жизнью. Так далее, так далее, так далее. Ну, мы идти больше не буду. А в плане профессиональной терапии я уже упоминал. Муражерин Массина, любые вот эти вот штуки, которые более менее адксы, которые более не менее хороши. Рецептивные справочники различные. Субтитры делал DimaTorzok 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 Шахматы требуют расчетов, она будет истощать работу. Естественно, она хороша для этой цели, но если есть лучшее, зачем пользоваться? Мы этого достойны. Это главный вопрос. Значит, в интернете найдете его. Ну, тут парочка человек как бы позвонила по телефону, оказался, значит, ведущий мастер сейчас России. Нет, это лишь очень хороший и увлечённым делал человек, в котором жили на ночь. Начальник, который только заграждался, я выявил, что выложить от него бедного широком. А ситуация была определительно следующая. Если это тот случай, это вот удовольствие об удовольствии. Значит, он как бы почти обогренно жизненная игра. То есть там можно абсолютно контролировать на повесение или на выходе. Значит, он уже выложил там всем за употребление слова фишки, убиваясь в сетью, ростки. А что называется, это делаем хамки. Так вот, он обложил все мои, значит, камни, все мои грузировки. Собирался их, как разобрать, отобрал территорию, сколько можно, и так далее, и так далее. Минут проходит на знакомое, он уклоняется на достоинство. А-а-а. Сколько у нас в России не сдавайся, уходим. Да, он себе позвонился. У меня есть мальчик такая, где две сокровавленные когтями, припояснуты в ледными лентами, затонатами, в сервисах. Вот, и в русских издаются. Или, а в ладь, такой мрачники, как у Шенкар Пенгера черного класса. Вот. Так вот, типа, да он не сдается, я продолжаю играть, 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 играть. То ли у него еще что-то еще много, то ли он расслабится. Короче, я уже снял польский. Боже мой, какой национальный спроситель. Я не помню, тут ли это. В любом случае, как говорится, после этого он и стал мастером. До конца, да? Потому что это было первое. Да, ну что-то такое, да. А потом он, наверное, не разупределился. И в конце концов, чтобы по-настоящему играть, вырос. Сейчас у него пятый танк. Вот маленькие истории из совершенно другого мира. Но ГО – это тоже китаоцкая игра. Юризм для Ильи Даоц. Как и, может, для него как-то будет новостью, что матрешка, пельмени, куха – это все китайские даоцкие леблюда. ГО – это тоже произведение на Даоц. Потому что они занимались руки и искаживали эти всякие что-то. Понимаете? То есть вверх, в прочих, вверх, 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 вверх. Опять же, и этому учили его сподвижники. Видите? Если, как говорится, нам руки к чему-то нам управляются, что-то другое умное, этим немного стоит заниматься и сейчас. Это маленькая встанька, оказывается, тоже китаоцкая игра будет. То есть, но… Несколько как бы… Сейчас сильно переходят уже китайские. Это… Во-первых, это работа очень ценится в Китае, в китайских выборах, сгубная солярка, украинский бутылок. То есть, это вопрос включается в первую очередь, потому что это считается, в общем, вершине, в финале его сбалансированности, в разнообразии продуктов, а на ПГТО, и так далее, и так далее. Вот. То есть, взаимное вот это произведение к культуру, безусловно, очень мощная штука. И я думаю, что философские концепции так же в Великобритании используют, как и в Матрёшку, ставшие «наши». Да? Это аргумент, в частности, трипатриот. Да? Переменение людей. Ну, китайские люди, да? Это лишь китайские люди. Вот. Почему «Ха»? Это рецептура, схема китайская. Веса, что будет «наши». Они иют другую алкогольную. Кстати, именно многие, наверное, знают, как правильно как-то вот тут соврать. Граждане из Таллина. Вот. Поверяйте меня, как-то, ресторан «Валабучи». Там подали луку. И они говорят, как бонус дают приеме пачкортеры, как бонус. Так, кстати, или в куширимое составляют руки. Самый момент перед поповеряем, я выходила в виде, водочку. Мут. Да. А не вывезти ее. Для многих, когда у вас это вырезано. Макароны тоже китайские. Вот этого я не знал. Нет, Марко Поло зовет в Италию после путешествия. Вот это для меня было новостью, честно говоря. Макароны, китайские продукты. Все говорят, как бонус. Макароники, как бонус. Макароники, как бонус. Макароники, это уже вторично. Макароны. Макароны, мягко говоря. И дополнительные продукты. Мы сединили. И сделали так. И так далее. Потому что только одно становится ухватывающим у нас. Оно все равно становится наше. Как и оружие. Как и идеология. И так далее. И так далее. Кстати, насчет, например, феномена перехода. Многие пугают наши машины. Мало кто знал, что была такая машина М-1, которая называлась М-ка. А в полосторонародье Чёртый Баранов. Которая особенно великие ВТ-шники, велижавшие, так скажут, неугодные стали. Так вот, именно эта машина, благодаря гений, советских конструкторов, дала идею всему западному автомобилестроению, подарив более ста новых составляющих генерных населенных. Я могу сказать, как ошибаться. Сотни, да? Ну, тем не менее. Как говорится, вот этот вот момент. Многие не знают, какая была из наших конструкторов. А почему конструкторов не осталось? Потому что, конечно же, их расстреляющие в некоторое время, все талантливое, тут перерывление, да? Талантливые начальники, легороскопы, талантливые конструкторы, получали по шапке и так далее, и так далее, и так далее. Потому что, если бы они сохранили, то уже тогда все. Были бы первые вели и по автомобилестроению. Слава Богу вам, я уже знаю, на каком-то уровне хорошем. Вот. Так что, вот это вот все ручки получили, вот эти всякие там французские, итальянские, прочее, такие, горбатенькие автомобили, они очень много идей взяли от М1. И еще одна взяла история, и я уже, как у Содицына пишу, дал. Автомобиль Победа. Знаете, как был у нас, нет? Первоначально авторы назвали его Родиной. Родиной. А Сталин спросил, за сколько вы Родину продавать собираетесь? И мы очень применовали его Победу. Так вот, смели за нюансами языка. Итак, сегодня я хочу, чтобы мы продолжили работать над захватом болевым приемом концепции с ударами. Очень быстро мы пройдем по, как бы, этой технологии. Далее, немножко поваляемся, падаем по душе и прочее друг дружку. Вот так, чтобы у вас вошел определенный набор каких-то действий. Хотя бы в мозге, если тело еще не играет, да? И далее, непосредственно... Ну, массаж, мы уже это делаем, но мы остановимся, в первую очередь, на такой вот специфической боевой подготовке, да? Чтобы показывали в каких-то моментах. Пробу насиливаться, пробу ножками и так далее, и так далее, и так далее. В любом случае, у вас очень многое ощущение материала. Но, в принципе, в целом... Семинар позволяет? Вау! Да, провокация, прошла успешно. Вот. Самое главное дело, мы довольны. Вот. То есть, имеется возможность проходить на семинар, в том, что вы входите в сферу, как в сферу, в сферу, в сферу, в сферу. В том, что вы думаете, велиите, и дополнительно навыску, которую вы, может, в доме имеете, и так далее. Вообще, все это на себе и собран с нами людей, как в атмосфере, и общении пытаетесь поднять. И так, сейчас я попробую достаточно быстро, одно за другим, сделать некую такую подборку наиболее употребимых захваток тех, и так далее. Это такая шутка у нас тоже. Извините. Так удобно устроиться, я кресло забрал. Давайте... Я буду поворачиваться. Смотрите. Во-первых, идёт движение быстрыми мышцами. Вот ударная форма. Правильная. Вот таким образом, видите, идёт это движение. Когда оно направлено, например, в область глаз переносится, височко и так далее. Видите, как после удара я тут же восстанавливаю дистанцию. То есть я ударил, и ножки уже подошли. Потому что он меня же отбросит тело, да? А я уже готов снова ударить. Вот первый навык. Но когда выбрасывается рука, тут же вырастает защита, как правило. И я забираю руку. Тут я верну вторую. Защита вырастает. Я убираю руку. Бережал обе руки на долю секунды. И вошёл ударом. Здесь без наподобных техник, она должна воспитываться как навык. Один-два каких-то для идеи. И далее вы должны уже уметь с закрытыми или открытыми глазами, когда они защищаются. Отлично. Вот. Вы просто перекрагаете ручки и добиваете свою. Идёт движение с ап. Уже вторую подождал. А здесь чтоб не бьёт. Наступил он. Это тоже в порядке тщения. Вот такие тщения, как правило, мимо сознания начинающих. Вообще проходят. Опять идёт удар. Но он отбивает наружу немножко. Вот и изнутри. Здесь что вы сразу делаете? Во-первых, надо закрыться. И поэтому оп. Движение к себе. А то и передача руки дальше. То есть вы всё время используете захват. А то и отбрасывание руки. И, например, удар был нанесён. И здесь ап вниз, да? Здесь я готов что-то встретить. И с этой же руки, пока та ещё идёт вниз, я успеваю войти в противника. А тут я пытаюсь свести руки. Он такой усилий начал разводить. Ну и хрен с ним я пошёл, отпустив его усилия наружу, внутрь. Это вход в узкое ущелье называется. Прыжок с руки, когда я пальчиками толкнулся и выбросил. Пальчиками толкнулся и выбросил. Называется прыжок жабы. Я ещё повернусь. Такая же штука, когда я потянул немножко к себе, называется богомол. Когда я отбил руку и продолжим движение. То есть вот такая вот штучка, которая сбросала руки, называется бабочки. Всё это называется облаками. Бабочки. Это когда вы часто их применяли. Облака обезьяны заключается в том, что вы прихватываете в любом виде руку. Противника, если вы слишком хорошо владели ударной техники, не приходите на борцовские какие-то вещи или в плотный контакт. Облака обезьяны это движение, когда ладошки направлены друг к дружке. Как бы переменая мячик или живот воображаемый. А это означает, что всегда у вас будет готов захват. Потому что, как бы у нас в ладошки не ходили, а из-за того, что одна вверху труда и внизу, очень легко хватать руку как таковую или выводить на такой приём. Да? Потому что встречное движение, прилипание без захвата сначала. Сначала без захвата, только потом захват. Вот этот принцип обязательно применяется и при работе против оружия. Ни в коем случае нельзя хватать движущийся руку. Сначала остановка, потом захват. То есть остановка и планы критиками захвата. Начинаются какие-то ударчики и так далее, какие-то атаки или ещё что-то в этом роде. Вовремя. Видите, я остановил удар на взлёте. Поэтому защита у вас начинается по уровням. И первый уровень у него. То есть вот этот вот опережающий удар – это тоже защита, не толчок. Потому что товарищ только собирается ударить – оп! И весь удар его пропал. Да? Потому что его тело отошло. Второй уровень – это когда я прикрываю непосредственно в самом начале. Третий – когда я здесь прикрываю. Четвёртый – когда я почти на себе отбиваю. Пятый – когда я делаю почти подставочку и так далее. Так в семь уровней. Включаю – приём на тело. И в подставку делается, скручиваю и так далее. То есть на каждом вот этом вот расстоянии вы выполняете какие-то действия. Кроме того, мы попробуем сегодня работать и против нового вспомним эти техники. Когда один товарищ будет сидеть на земле и выполнять правильно прикрытие со всех сторон. И так начинаем мы с болевых приёмов, но уже с вот этими вещами. То есть тот, кто не освоил, как бы до сих пор, какие есть и такие есть, по… Вот именно эти практики подходят с уважением господина Поревка и напрягают его изучением и консультацией именно этих практик. То есть вот эти все подогволы, работают изъявы, прыжок и так далее, и так далее, и так далее. А те, кто эту штуку знает, пробуют выполнить болевые приёмы с применением всей этой техники. Выход на болевые приёмы демонстрируют. Посылку на… Здесь после жарки штуку. Другая форма, например. Посылку. После подогвола. Шёл выход на болевой приём. Опять же идёт на… Начали бороться. Вот, видите, вот он пошёл, сам дал другу совершил фашистов. Это после упавшего Денина. То есть на самом деле противник всё и делает заменяться. Да? Потому что… Начали бороться. Движение сюда. На любую руку. Ой. Ну, это маленький приём ещё для вас. Потом он будет использовать. Есть. Есть. Приступили в свободной манере. Раз, два, два, три. Так это действует, как отдельные приёмы, которые вы и так можете детально рассмотреть в десятках видеогимов, постепенно изучая один за другим. С подробным разбором. Работают все вместе. Даже если у вас останется общее впечатление, какие-то составляющие вы не поймёте или не знаете, всё равно это очень важно. Приглашаю вас на показ манеры облаков. Существует несколько облаков. Облако, дистанции, облако… Короче, даосы облаками называют всё подряд, что можно назвать облаком хотя бы с натяжкой. Поэтому, в манере боя выделяется несколько фаз боя. Первое. Контроль расстояния и дистанции – это облака контроля на противниках или еда на драконе, облака или на драконе. Далее, облако локти бамбука – это болевые приёмы, выполняемые, так скажем, в такт движения противника. То есть, уже в момент, когда руки соприкоснулись. Но до этого идёт облако защит. А после облако захватов тут же очень часто возникает возможность облака бросков. Когда вы непосредственно, естественно, они имеют цитистное название, сейчас за этим не будем запорачиваться, возьмём суд. Смысл заключается в том, что у вас всегда есть возможность выполнить все облака по порядку, то есть дистанция, защита, атака серии облаков и ударов по какой-то схеме, захваты, броски и завершение, так скажем, победы на противниках. Но также есть возможность перехода от любого к любому. Например, вы пробовали бросок не получился, пережили захват, захват не получились, начали бить. Вы попробовали ударить, не получилось, вас начали бить в облако защиты. Тут же захватили что-то, потом разбили, вы успели защититься и правильно взять захват, пришли на облако болевых и так далее. Я попробую сейчас, ну, пора дистанцев разогреть, да, сюда зайчик. У него были зайцы, поэтому вот. Серьёзный человек, ветеран Афганистана. Очень уважаемый мною, но не могу, допустим, назвать по родственному. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова